Друзья, всем привет! Не очень хотел на самом деле показывать видосы по укладке пола. Очень много комментариев было негативных в плане того, что у меня ничего не получится, все будет скрипеть и в конечном итоге, возможно, даже все сгниет. Давайте будем объективными. Брусок, который я использую, он после камерной сушки, максимально сухой кедровый брусок. Фанеру, которую использую, максимально сухая березовая фанера. Чему тут скрипеть, я даже не знаю. А видос сегодняшний я хочу снять только потому, чтобы показать вам кровать, которую мы год назад начали монтировать, о которой было очень много интересных всяких легенд и так далее. В общем, она работает, она живая, она хорошая, она удобная, она клевая. Хочу вам показать самое интересное. Смотрите, до последнего момента не верил, что эта конструкция будет реально работать. Когда я ее поднимал, она все время как-то хлипко себя вела. То один бок поднимется, то второй. А когда схватил на сварку, это все реально стало работать. Осталось сделать перекрестие для того, чтобы держать фанеру. Я не хочу делать это из швеллера, это очень тяжело. Поэтому здесь будет либо уголок, либо это будет квадрат 4х4, например. Ну, что-то легкое. Смотрите ролик дальше, и вы узнаете, что эта кровать еще и будет светиться. И осталось просто ее доделать. Вот сегодня в этой комнате у меня несколько интересных объектов. Это кровать, которую я должен буду вмонтировать правильно. Это конвектор, который я должен буду усадить на свое место, и он останется здесь. Ну и также я вижу своей целью ответить на вопросы, которые были в предыдущем видео. Зачем вообще полы деревянные? Зачем их поднимать? Ну, наверное, половина вопросов уже отсеялась. Но тем не менее, поднимаю полы я потому, что у меня конвектор. Потому что у меня кровать. Кровать, как вы знаете, будет парящая. У нее нет ножек, кроме тех двух, которые будут потом спрятаны в нишу. А эти ноги будут закрыты полом. Как оказалось, кровать это у меня долгосрочная инвестиция. Профиль, из которого она сложена, мне обошелся в 8 тысяч. Сегодня такая кровать уже будет всю двадцатку стоить. Наверное. Ну, примерно. Потому что все поднялось раза в три. Не будем терять времени. Сегодня мне надо сделать эту комнату. Сделать комнату Элины, дочери моей. И, наверное... Ну, короче, надо закончить этаж. Не знаю, как я успею. Я взял сегодня на этот день. Завтра мне надо к пчелам уже экстренно лететь. Потому что дальше уже будет холодно. Кстати, по поводу пчел. Друзья, спасибо вам за ваши донаты и ваши покупки. И ваше посещение магазина. Благодаря вам у меня получается строить. Благодаря вам у меня есть возможность приобретать материалы. И их использовать на стройке. И благодаря вам видосы у нас не останавливаются ни на день. Все в срок каждую недельку. В общем, я раскладываю сейчас брусок. Выпиливаю проемчики под трубы. Убираю перфоленту. В конечном итоге она все равно перетрет трубу. Тем более, что она здесь не в бетоне, а просто прикручена к полу. В таком же ключе все устанавливать. Подпорочки подставил. Законфирматил это все. Пеной прошелся. Скрипеть ничему. Нечему. Пока, может быть, это выглядит оляписто, но самая главная задача понять саму концепцию. Сейчас я дождусь, пока пена встанет и зафиксирую все анкерами. Поддавлю еще бруски. Сейчас они уже выставлены все по уровню. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Класс уже вырисовывается, да? Смотрите, то вроде была нога, а теперь нет ноги. И скоро будет просто круто. Осталось немножко. Потом вот эту часть зашью, и будет ощущение, что эта кровать вообще не имеет ног. Никаких. Друзья, вот про эту кровать я обязательно сниму окончательный видос. То есть, когда я обрамлю ее тканью. С Женькой мы сделаем классный изголовник. Подключим все это к току. У нас будет включаться шаговая ночная подсветка. Но этот видос будет чуть позже. Сначала я запущу отопление в доме. Поэтому те, кто не подписан, друзья, советую подписаться на канал, чтобы это не пропустить. Мне кажется, это будет прикольно. Дошиваю сейчас до конца, и потом иду вторым слоем. Нигде ничего не скрипит. И скрипеть не планирует. Писали по поводу барабанности, что он будет бренчать, стучать и так далее. Но нет такой проблемы. Не знаю. Может потом появится. Сейчас нет. Итак, поздний вечер, друзья. Мы наконец-то закончили с полами. Сразу покажу. Здесь я сделал уже панельку, которая будет выходить в потолок второго этажа. Первого этажа, точнее. Здесь все зашили. Комната наших деток. Элинки. Здесь конвектор стоит, врезанный в пол, как я вам и говорил. Тут сейчас весь хлам мы перенесли сюда, но это все скоро разберется. Наша комната. В ближайшее время, друзья, мы с вами сделаем радиаторы. Мы сделаем отопление в котельной. Это все будет прям буквально вот прям скоро. Отопление в котельной, радиаторы, вентиляция. Дайте только время немножко. Ладно. Я был очень рад вас сегодня видеть. Здорово, что посмотрели видос про полы. Кстати, они вообще не скрипят. Смотрите. То есть, об этом писали, что все будет скрипеть, все будет плохо, но они не скрипят. И самое классное, друзья, скоро мы доделаем эту кровать парящую. Я вам хочу показать. Смотрите. Мы под ней уже спим и никаких подпорок нет. А вон ту штуку я зашью и будет смотреться просто шикарно. Помните, в самом начале фильма я говорил, что будет еще круче и показывал вам пульт. Так вот, эта система сейчас будет установлена в нашу кровать. И мы специально дождались вечера, чтобы снять, как это будет работать в дальнейшем. Не хватает только полочек и матраса. Он будет готов завтра. Ребят, поставьте лайк, если вам тоже интересно, что у нас получится в конце. Моделируем готовый интерьер для лучшего восприятия. Пол у нас поднимется на 12 сантиметров. Вот так будет. Круто, да? Выключаешь свет и включается у нас датчик движения. Вот сейчас темнота. Не знаю, что вы видите. И заходит человек в комнату. Это вот так будет. Круто вообще. А, ну так незаметно особо, да? Цвета можно менять. Можно делать их ярче. Зеленый. Голубой. О, вот это мне нравится. Такая подсветка вообще не напрягает ночью. Как считаешь? Да, в принципе. Сейчас у нас светодиодная подсветка светит снизу вверх. Конечно, когда мы будем делать нормальную, я сделаю ее наоборот сверху вниз, чтобы было ярче. А уже яркость мы настроим пультом. Если интересен видос про кровать, он есть где-то там, ну, в плейлистах, смотрите. Так сказать, постскриптум, друзья. Короче, температура сейчас на втором этаже. 17,5 градусов. Время 11,30. Заряд батарейки часов 63%. Все, спать, спать. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.